МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии телеканала Север Екатерина Дементьева. Здравствуйте. Сегодня мы расскажем. Снижение стоимости ПЦР-тестирования, вакцинации от COVID-19 и оказание услуг МФЦ на дому. Оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции принят ряд важных решений. Короткое замыкание или поджог. Дознаватели выясняют причины возгорания автомобиля. Легковушка вспыхнула одного из жилых домов в центре города. Рождение танца – целое искусство. Как подобрать музыку и движение, а также перебороть страх сцены? Об этом мы не только расскажем в ближайшие 20 минут. В Ненинском округе зарегистрированы новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. По данным Управления Роспотребнадзора, за прошедшие сутки выявлено 7 заболевших. Тему продолжит Наталья Дуркина. По статистике, на данный момент большой процент заболевших – это лица старше 50 лет, которые находятся в стационаре. Их состояние оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Всего из 30 пациентов 23 находятся в инфекционном отделении, 7 – в отделении реанимации. Из 22 пациентов, которые нуждаются в кислородной поддержке, 7 находятся на искусственной вентиляции легких. Если рассматривать категорию пациентов по возрастам, то в стационаре у нас более 70% – это граждане, возраст которых старше 50 лет. Один пациент до 18 лет и 8 пациентов в возрасте до 50 лет. Препаратов для лечения пациентов в стационарных условиях достаточно. СИЗов тоже достаточно. Их расчет до полутора месяцев. Сейчас идет закупка очередной партии средств нитальной защиты. Лекарственных препаратов хватит по расчетам еще на 4,5 месяца. Так как категория граждан высокого возраста более подвержена риску заразиться коронавирусной инфекцией, Юрий Бездудный предложил вакцинировать их в первую очередь. Мы должны понимать, что поскольку это категория людей 50+, они уходят в среднюю тяжесть, тяжелую, мы, по идее, должны их в первую очередь вакцинировать. Но логично было. Также от вице-спикера регионального парламента Максима Арбузова поступило предложение провакцинировать волонтеров без очереди. Губернатор одобрил эту идею. На данный момент в регион поступила партия в 1000 доз. На добровольную вакцинацию можно записаться через портал Госуслуг. Что касается уменьшения платы за ПЦР-тестирование, то в округ уже поступила партия тестов по сниженной стоимости. Такой услугой смогут воспользоваться только жители округа, предъявив прописку. Мне очень приятно сообщить, что в результате работы департамента здравоохранения администрации нам удалось перевести тесты, которые позволят снизить вступаемость прохождения этого тестирования практически в три раза. Стоимость для жителей нашего округа тестирования на коронавирус будет стоить 1585 рублей. Это тоже хорошая новость. На прошлом заседании оперативного штаба губернатора округа Юрий Бездудный дал поручение департаменту цифровизации проработать вопрос о предоставлении услуг МФЦ на дому для жителей 60+. Мы проработали все вопросы. Сейчас, как мы знаем по нашему постановлению, режим самоизоляции 65+. Но мы можем и технически, и физически оказывать бесплатный выезд и оказывание боссуслуги на дому лицам 60+. То есть мы полностью готовы по всем параметрам к этой работе вносим изменения в распоряжение и начинаем работу. То есть мы готовы и исполним от поручения. В регионе подвели итоги работы управления МВД России по Ненинскому округу за 2020 год. О статистике административных правонарушений, а также уголовных преступлений в следующем материале мои коллеги Натальи Дуркиной. По итогам работы по противодействию экономическим преступлениям и коррупции, всеми правоохранительными органами было выявлено 64 преступления. Из них 32 выявлены сотрудниками отдела экономической безопасности. Из 32 выявленных нами это 21 преступление коррупционной направленности. Из них 16 преступлений, связанных с освоением бюджетных средств, 5 преступлений с хищением бюджетных средств. Выявлено 8 фактов взяточничества на территории округа. Выявляются такие преступления, как коммерческий подкуп, при заключении государственных контрактов, в сфере финансовой кредитной системы, в сфере налогообложения. Что касается незаконного оборота алкогольной продукции, то за прошлый год было проведено более 170 проверочных мероприятий. В составе 31 протокол об административном правонарушении за незаконный оборот алкогольной продукции возбуждено 5 уголовных дел по фактам повторной реализации алкогольной продукции, будучи привлеченным к административной ответственности. У нас через социальную сеть друг вокруг реализуют так называемые доставщики ночные. За прошедший год было проведено более 50 мероприятий в бассейне реки Печора, направленных на противодействие незаконного вылова водных биологических ресурсов. Выявлено 5 преступлений, составлено 31 административный протокол, изъято более 50 рыболовных сетей, сумма длина которой составляет 2,5 километра. Ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсом, более 850 тысяч рублей. Что касается работы отдела уголовного розыска, то по статистике совершено на 2,9% меньше преступлений. Однако по некоторым видам отмечается рост, например, таким как мошенничество. Количество подобных преступлений по сравнению с предыдущим годом возросло на 23,6%. Прежде чем заказывать какие-либо товары посредством через сеть интернет, почитать отзывы данных интернет-магазинов, какие-то моды, только после этого, если отзывы положительные, то да, можно заказать. Кроме того, все пользуются банковскими картами. Ни в коем случае бывают посредством телефонного звонка, представляются представителями службы Сбербанка, различных банковских организаций, просят реквизиты банковской карты. Ни в коем случае их не надо называть. И тем более трехзначный на обратной стороне код никогда не называть. И не передавать другим лицам пин-коды и реквизиты своих карт. Однако, как отметил начальник уголовного розыска, есть и положительные моменты. У нас выявлено больше преступлений в сфере незаконного оборота оружия, преступлений по рожьему лет раскрыто. Поэтому работы много и дальше будем работать. А теперь, что касается проведения митингов, одиночных пикетов и публичных мероприятий. Так как на территории региона действует режим повышенной готовности, в постановлении губернатора были внесены изменения. В связи с изменениями в постановлении губернатора 12 ПГ о введении режима повышенной готовности, пункт 2, на территории Ненецкого автономного округа запрещено проведение публичных мероприятий в виде шествий, митингов, пикетирования, демонстрации публичных мероприятий, в том числе и одиночных. За это предусмотрена ответственность статьей 20.6.1. Это невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях или угрозе ее возникновения. Лечет наказание в виде предупреждения, либо наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей. Подобные нарушения были зарегистрированы. Сейчас правоохранители проводят проверку. Наталья Дуркина, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Короткое замыкание или поджог. Дознаватели выясняют причины возгорания автомобиля в центре города. Подробности в материале Александры Литковой. Взял вот это, зажигал и бросил туда. Это же сразу не будет, через час будет встанно, через полчаса будет встанно. Люди же никто не ставится на фото, что это будет. Сразу это взорвется. На этих кадрах владелец сгоревшего автомобиля рассказывает пожарным и дознавателям, что его железного коня кто-то умышленно поджог. Сам он вместе с супругой в момент возгорания был на работе. Мужчина уверен, машина новая и была полностью в исправном состоянии. Поэтому, по его мнению, это мог быть только поджог. Новую машину, летом купили с салона, обожгли. Это сразу не может. Машина просто так стоит. Ребенок должен был учебу идти. И позвонили, что эта машина горит. По словам очевидцев, сначала прозвучал хлопок. Затем заднюю часть машины окутал огонь, который распространялся с днища автомобиля. Ставил аккумулятор, отвернутый спиной. Слышу хлопок. Повернулся, а там по днам уже все горит. Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 10.46. Пожарные прибыли оперативно. На тушение была задействована одна единица техники. Произвели развертывание и начали тушить с пеной. Пока отключали от аккумулятора, вскрывали машину. За минимальное время все потушили. Хозяева, когда пришли, они сами были не в курсе, что машина горит. Сигнализация не сработала. Причины возгорания выясняют дознаватели. На соседнем здании установлены камеры видеонаблюдения. И это существенно поможет в проведении следственных действий. Добавлю, за два месяца это уже второй случай возгорания автомобиля в Нарьенмаре. Александра Литкова, Леонид Шишевов, Телеканал Север. Прокуратура Ненецкого автономного округа предупреждает о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях. В сети интернет, в том числе через блоги и социальные сети, активно распространяются информационные сообщения, призывающие к участию в ряде регионов Российской Федерации в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка. Прокуратура округа разъясняет, что право на проведение публичных мероприятий гарантировано статьей 31 Конституции Российской Федерации. В целях обеспечения реализации указанного конституционного права действует федеральный закон от 19 июня 2004 года номер 54 ФЗ о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях и закон Ненецкого автономного округа от 29 декабря 2012 года номер 115 ОЗ о регулировании отдельных вопросов, организации и проведении публичных мероприятий на территории Ненецкого автономного округа. Статьей 16 Федерального закона от 25 июля 2002 года номер 114 ФЗ о противодействии экстремистской деятельности установлено, что при проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования не допускается осуществление экстремистской деятельности. Ознакомиться с указанными федеральными законами можно на сайте права ГОВРУ в разделе «Официальное опубликование правовых актов». За нарушение установленного порядка организации, либо проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий или пикетирования предусмотрена административная ответственность по статье 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях и может быть назначено наказание в виде штрафа, обязательных работ или административного ареста. Уголовная ответственность по статье 212.1 Уголовного кодекса РФ предусмотрена за неоднократное нарушение установленного порядка организации, либо проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий или пикетирования. За совершение указанного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Кроме того, в соответствии с пунктом 2 постановления губернатора Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года номер 12 ПГ о введении режима повышенной готовности на территории Ненецкого автономного округа запрещено проведение публичных мероприятий, собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирований. Ознакомиться с указанным постановлением можно на сайте права ГОВ.РУ в разделе официальное опубликование правовых актов и на официальном сайте администрации Ненецкого автономного округа в разделе «Нормотворческая деятельность». Нарушение указанных требований влечет административную ответственность, установленную статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде штрафа. Депутаты предлагают усилить меры по отлову диких животных возле населенных пунктов. На комиссии регионального парламента по делам Ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользования, депутаты рассмотрели проводимые мероприятия по защите жителей округа от диких животных. На территории округа ежегодно регистрируются заболевания животных бешенством. В среднем в год фиксируется по 7 случаев заболеваний. В основном это дикие животные. 80% от всех случаев заболевания завезли на диких платоядных животных. Это песцы и лисы. Остальные 20% случаев заболеваний приходится на северных оленей и собак, заражение которых происходит от контакта с дикими лисами и песцами. В среднем в год фиксируется, вот тоже за 15-летний период, фиксируются 7 случаев заболеваний животных бешенством. В среднем в год 90% всех случаев заболеваний животных бешено происходит в зимний-весенний сезон. Именно в этот период местные жители нередко замечают появление диких лис и песцов, которые в случаях заболевания могут напасть на собак и людей. С целью защиты населения от бешенства в округе проводятся кампании по вакцинации домашних животных – оленегонных собак и оленей. Что касается диких животных, то здесь большую роль играет иммунизация зверей, который осуществляется на территории региона с 2018 года. Специалисты раскладывают съедобные приманки с вакциной в лесотундровых зонах, преимущественно прилегающих густонаселенным жилым районам. Иммунизация положительно влияет на снижение заболеваемости. Так, если в 2017 году в регионе было объявлено 15 карантинов по заболеванию бешенством, то в 2020 их было всего два. По итогам обсуждения, комиссия рекомендовала профильному департаменту усилить меры по отлову животных в период прохождения оленей стад возле населенных пунктов. Рождение танца – целое искусство. Для людей, далеких от мира хореографии и творчества, может казаться, что нет ничего проще – подобрал музыку, выбрал несколько движений и готово. Но на самом деле это титанический труд. О тех, кто говорит на языке танца, расскажет Наталья Дуркина. Таисия Воробец уже 8 лет занимается в Либерти. Студия оказалась волей случая. Девочка за компанию с подругой заглянула на репетицию. Таисия признается, именно тогда она и влюбилась в танец. Это произошло сразу, потому что Светлана Васильевна только приехала к нам в город, и поэтому она с нами знакомилась, мы с ней знакомились, и как бы не было трудностей. Тем более я была всегда таким активным ребенком, и мы сразу нашли с ней контакт. И я на первом выступлении уже стояла в первой линии, научилась делать какие-то трюки, и для меня это было что-то невероятное. До пандемии воспитанницы образцовой студии современного танца Либерти часто бывали на соревнованиях разных уровней. Именно такие выезды и помогли выйти на новый уровень мастерства. Когда мы прилетели к всей команды, были довольно-таки уже взрослые достаточно люди, лет 17-18, и как бы смотришь на них, они все-таки, мышцы у них шикарные, техника прекрасная. И сначала кажется, что они все такие злые, какие-то такие прям нестроенные на борьбу, а потом поступаешь, когда выхожешь за кулисы, и когда тебе кто-то говорит, что ты молодец. Ну это прям что-то такое приятное и безумное. Я же до слезы как-то заплакала, похвалили. Полина Кошель в коллективе не так давно, всего два года. До этого у девочки было другое увлечение и приходилось выбирать. Ходила часто на концерты в Дворец культуры Арктика, но не могла ходить раньше на танцы, потому что занималась художественной школе и не хватало времени. Но потом закончила и решила все-таки пойти на танцы. Спустя неделю Полина уже выступала на сцене. Хотя девочка и была новенькой, сразу получила равную нагрузку. Девочки занимаются достаточно давно. Мне было поначалу тяжело. Была большая нагрузка, но потихоньку, ежедневная работа, и со временем все стало получаться. Девочки всегда были рады помочь, поэтому им спасибо большое за это. Сердце коллектива – художественный руководитель. Светлана Ивина с самого детства мечтала посвятить свою жизнь танцу. В школе, когда я ходила на танцы, я уже изначально знала, что все-таки это мое, и без этого я уже не смогла дальше жить и ни в какой профессии себя больше не вижу. Светлана приехала в Заполярную столицу 8 лет назад. Тогда и осуществилась ее давняя мечта. Она открыла двери образцовой студии современного танца «Либерти». На удивление, я вообще думала, будет очень мало народу. На самом деле очень много пришло детей и маленького возраста, и старшего. Поэтому коллектив стал расти просто не по дням, а по часам. И буквально через года 2-3 нас уже было около 100 человек. Сейчас в нашем коллективе, в общем, насчитывается около 160 человек. Даже несмотря на пандемию, девочки не прекращали заниматься любимым делом и оттачивали свое мастерство. Все конкурсы перевелись в формат онлайн. И вот буквально с марта 2020 года мы уже поучаствовали в шести конкурсах международных и всероссийских. И вот в пяти заняли уже диплом лауреат первой степени, а в одном завоевали гран-при. Посещая занятия, воспитанницы коллектива получают не только способ самовыражения, но и настоящих друзей и вторую семью. Наталья Дуркина, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Такова информационная картина к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...